Добрый вечер, дорогие друзья. Он действительно для нас добрый, потому что сегодня мы выиграли суд и в результате нам вернули одну подпись. Она признана законной для нас. Это голос депутата Кадлаева Геннадия Целинного района. Мы несказанно, конечно, рады этому результату. Это результат настойчивой работы, терпеливой работы, поскольку нам создавались препятствия. И вот в интернете проходила информация, что у нас опустились руки, у нас закончилось мужество или еще что-то. Но тем не менее мы настойчиво, вдумчиво, терпеливо преодолевали те препятствия, которые создают нам властные структуры. Любая инстанция, это и органы внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, избирательные комиссии республики, везде, избирательные комиссии районов, везде создаются нам препятствия. Мы не можем вовремя получить материалы, мы не можем вовремя получить ответы, добиваемся их с большим трудом. И в результате мы все-таки собрали материалы для суда. И сегодня этот суд выиграли и вернули один из недостающих двух голосов в поддержку нашу. И остается получить одну, узаконить одну подпись, полученную в Черноземельском районе, и которая причислена сегодня основному кандидату Хасикову Бату Сергеевичу. И я думаю, что этот суд, Верховный суд России, мы пройдем и пройдем, думаю, что вернемся домой с победой и восстановим статус кандидата на должность главы республики Калмыкия. Что вот на самом деле, что происходило? Нам помогают еще обстоятельства, ведь это впервые так произошло, что основной кандидат не сдавал документы и не может сегодня предъявить подтверждающих фактов, то есть самое главное это видео. До него все предшествующие временно исполняющие обязанности или руководители республик, которые переизбирались, всегда предоставляли видеоматериалы своей сдачей документов, но в этот раз произошла осечка, и эта осечка сыграла во вред. Дальше нам стали предъявлять какие-то мифические видео и старые фото в подтверждение того, что сдача документов была. На самом деле ее не было. Я с полной уверенностью утверждаю это, но доказать сегодня мы не можем, потому что те материалы, которые мы требуем нам предоставить, они просто игнорируются, наши требования. И все это застревает во времени, в обстоятельствах, но тем не менее мы находим возможности для того, чтобы преодолеть эти препятствия. И я как раз тот кандидат, который гарантирует, что в этой республике больше таких препятствий не будет создаваться. Будут проводиться честные выборы абсолютно. И я настаиваю на том, чтобы процесс происходил именно таким образом, чтобы права людей не нарушались, чтобы власть не делала таких вещей. И я вас приглашаю на митинг, который состоится завтра, 17 августа в 17.00 на Аллее Героев у памятника Басана Бадминовича Городовикова. И митинг за честные выборы. Вот то, что нам сегодня нужно и всегда должно наличествовать, потому что только проведение честных конкурентных выборов позволит нам выйти из того болота, в котором находимся. Потому что свобода и свобода в действиях, свобода в мыслях и свобода в поступках – это самое главное, чего я добиваюсь. И самое главное, чего мы должны добиться вместе. И завтра мы постараемся это продемонстрировать для того, чтобы убедить себя, убедить окружающих, что это нужно сделать сегодня. Потому что это главный сегодня и, наверное, последний рубеж для нас, один из последних, для того, чтобы наладить жизнь Калмыкии. Препятствия создаются нам очень сложные, но я вам продемонстрирую наглядно. Вот кандидат Манжикова. Она проходит муниципальный фильтр в несколько дней. За два дня ей собирают пакетно 97 подписей муниципальных депутатов. То есть пакетом раздаривают кандидатам, которые угодны власти. И все эти материалы мы прикрепим к этому видео, чтобы вы подробно имели возможность рассмотреть у себя в гаджетах. Кандидат следующий – Мучаев. За пять дней собрано 92 подписи. Вот эта диаграмма ярко демонстрирует, в какие дни это происходило и сколько голосов или подписей было собрано для него. Они даже не утруждались поездками по республике, не утруждались разговорами и с депутатами или каким-то планированием. Им просто это было подарено. Кандидат Вышкворок. За четыре дня собрана 101 подписи. Для сравнения я вам скажу, что я собирал эти подписи, 108 подписей, полтора месяца. Мы каждый день настойчиво ездили по всей республике на очень большие расстояния. Это занимало время, это занимало определенные финансовые затраты мы несли. И тем не менее мы собрали эти голоса с большим трудом, потому что было огромное давление власти на депутатов. И многие из тех, которые были готовы нам отдать этой подписи, тем не менее ломались под этим давлением. Но с большим трудом мы преодолели этот фильтр, я считаю. Одна подпись нам будет восстановлена, я в этом уверен. Есть все основания у нас для того, чтобы утверждать это, что в Верховном Суде России мы выиграем этот спор и я буду участвовать в выборах. Давайте пожелаем вместе друг другу удачи. Удачи для того, чтобы все те реформы, которые мы намечаем, провести в республике на благо всех. И особенно на благо наших детей, внуков, для того, чтобы они жили в свободной республике. И кроме этого мы подготовили еще много очень материалов, которые представим в ближайшие дни всем. Я бы вообще как бы не выставлял бы эту информацию, если бы меня спокойно допустили к выборам. И я бы не стал копать все эти вещи, для того, и нелицеприятные, и выставлять их на показ. Но тем не менее меня вынудила ситуация показать для того, чтобы как происходил сбор подписей с одной стороны и с другой стороны. Я вынужден это сделать, и это мне не доставляет удовольствия. И кроме этого мы выложим еще очень объемную информацию по вот этому процессу. И боюсь, что некоторые кандидаты будут сняты с гонки. Я думаю, что на самом деле это будет объективно, честно, но оно, еще раз повторяю, мне не доставляет удовольствия. И еще раз приглашаю вас завтра на митинг, для того, чтобы солидарно высказаться, убедить друг друга в том, что реформы необходимы для республики. И мы должны их вместе сделать. Сделать вместе и радоваться тем результатам, которые нам предстоит увидеть в этой жизни. То, о чем мы мечтаем долгие годы, должно сбыться. Калмыкия достойна перемен, достойна лучшей жизни. И мы это постараемся сделать с вашей помощью. Приходите, поддержите нас. Все люди, которые думают точно так же, как мы, должны объединиться. И показать, наконец, что нас много. Не надо бояться ничего. Мы создадим обстановку, когда страх всеобщий уйдет. Когда люди будут действительно свободны в своих поступках, действиях, мыслях. И это самое главное. Всем желаю победы. Всем желаю хорошего настроя. До завтра. Увидимся на митинге. Редактор субтитров А.Семкин